Доброе утро! У нас доброе утро! Я с утра проснулась с идеей фикса еще со вчерашнего вечера на печь блинов, поэтому с утра самого сейчас, Златка пойдем кушать, с утра сама напекла блинов, хочу их сейчас сделать с, ну, Злате, понятное дело, с вареньем, кто бы сомневался, Киса! А я себе хочу сделать с сливочным сыром и лососем. Вот такие вот красивые блинчики получились. С утра немножко привела себя в порядок уже. Да, привела себя в порядок? И буду сейчас, в общем, всем раскладывать. Так, вот такие вот блинчики у меня получились. Единственное, что, к сожалению, у нас дома не оказалось лимона. Я обожаю их поливать чуть-чуть лимоном. Для меня это прям вот жизненно необходимо, но, увы, придется наслаждаться тем, что есть. Ну, не такая большая, это уж, собственно, и проблема. Здесь у меня кофеечек. Там у нас Ивана порция. Вот, у кого второй завтрак, а у кого первый. И, как обычно, первый завтрак. Кстати, 11.52. Неплохо, неплохо. Так что, марафон еды продолжается. Слушайте, вот, всем приветик. Какие люди вообще дивные существа. Раньше мы драли за то, кто пойдет выносить мусор. Ты выноси, нет, ты выноси. Теперь мы деремся за то, что я вынесу мусор. Нет, я вынесу. Так и у нас с магазином. Раньше все время Ивана просила, сходи в магазин, сходи то-се. Хотя, вы знаете, сама я тоже любила подзаехать, конечно. Но, тем не менее, в общем, Иван сегодня первую неделю, наверное, как дома. Ну, в том плане, два дня дома, три дня на работе. Там как-то непонятно. В общем, кое-что мы не купили на выходных. Поэтому говорю, я сейчас поеду, сижу быстренько в магазин, докуплю там продукты кое-какие. Надо. Нет, сиди дома. Я сам схожу. Нет, нет, пожалуйста, пустите меня. Я схожу в магазин. В общем, выдал мне перчатки, маску. Я думаю, к чему я губы накрасила. Это так, знаете, на автомате, потому что все равно видно, ничего не будет. Но я хотя бы минимально подкрасываю глаза. Слушайте, хотела вам заодно показать такой быстрый вообще рецепт печенья из бананов, которые жалко выбросить. Только что лежало два буквально черных таких уже банана, перезрелых. Они в середине нормальные, но уже снаружи черные. В общем, такие перезрелые бананы. Я смешиваю там один-два банана, как есть, с полстакана или со стаканом овсянки. И все. И вот добавила детям. Может, по такой конфетке себе оставила без конфет. И сейчас еще сюда положу конфетку. И отправляю в духовку минут где-то на 10, наверное, на 15. Наверное, на 160 градусов. Просто у меня здесь градусов нет, не видно. Поэтому наугад. Вот. Они запекаются, засыхают. Замечательные такие около хелси печеньки. Ну, почему около? Хелси. Вот эти вот прям сильно хелси получаются. Так. Ну, вот такие вот получились печеньки. Конфеты, как, собственно, ожидалось, и потекли немножко. Вот. Но... Нет, у меня против, я нормально. Но сами они такие сейчас мягенькие еще. Должны немножко полежать. Влага эта, не знаю, испарится из них. И как-то они становятся чуть более твердые. И очень, конечно, аппетитно пахнут бананом. О, да. Это то, что может радовать на карантине. А еще у меня здесь контрабанда есть. Обожаю. Камон, бэрс, Бордональдса. Это, блин, прекрасно. В отличие от моего внешнего вида. Что-то я вообще... Матюшка похожа на господи. Как я люблю этот сыр. Вот так вот, кстати, Ukraine Express разбираются с посылками. Если она у вас получается больше 100 евро. Хотя здесь они как-то погруппировали, мне кажется, и не больше 100. Хотя, ладно, не знаю, может быть. Мне здесь пришло много, не много. Два спортивных костюма и ветровка на обзор с сайта Октали. Они достаточно дорогостоящие. Поэтому, наверное, все здесь отдельно. И очочки, очочки для меня. Поэтому я сегодня это все распакую. И, наверное, завтра покажу вам свои спортивные костюмы. У меня уже маникюр, который рос. Но это сейчас проблема очень-очень многих. Мне только проще то, что я сама могу себе его сделать. Но не тороплюсь, потому что дома сидим. Единственное, что вот здесь вот начал оттопыриваться. Я его взяту посрезала. Мне кажется, тупее вообще ситуация быть не может. В самом остальном они хорошо все держатся. Нигде ничего не отслаивается. Вот только вот в этом. Но, может быть, на выходных сделаю. Сегодня среда у нас, по-моему. Вот, может, до выходных дотяну, посмотрим. Думаю, вернуться все-таки к миндалевидной форме. Квадрат мне этот вообще не нравится. Так, я распаковала здесь посылки. Эти вещи я вам померю. Покажу чуть позже. Единственное, что меня смущает. Ну, как смущает. Давайте я вам покажу, наверное, заработок брендов в том числе. Вот мне пришли их вещи. Вот везде на сайтах у них цена, допустим, 139 за куртку. А вторая цена стоит 62. Это, наверное, минимальная цена, по которой можно продать. Что-то типа такого. И точно так же, вот, допустим, бра 54 доллара. А здесь стоит вторая цена 24. На леггинсах, вот. На леггинсах меня вообще убила разница. 39 долларов и 89. Не знаю, что это. Но хочу показать покупку, которая, по-моему, мне не устала. Ну, прям супер удачной. Это вот такой вот набор из шести носочков Calvin Klein. Я их покупала в детском отделе. Здесь размер идет какой-то 9,11. Он идет, по-моему, на 38,39 или 37,39. Что-то такое. Вот. Здесь 6 пар. И я 6 пар носковой купила за 7 долларов. 7, по-моему, 7,50. Или 7,60. Что-то такое. Вот. Это 6 пар. Это получается. По доллар 10, по доллар 20. За пару носков Calvin Klein. Я прям очень сильно довольна. Смотрю по размеру, что мне подойдет. Плюс они тянутся. Так что класс. Но. Что я ждала больше всего. Что я ждала больше всего. Ой. Ой-ой-ой. Так. 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 Оп. В общем, что здесь находится и так, понятно. Но я вам покажу уже в покупках одежды. Я ставлю такую небольшую пока что интригу одежды и аксессуаров. Так. Вот так проблемных местечек имеется. И даже на спине она выглядит очень красиво. Здесь вот такие вот полосочки есть. Единственное, что не совсем красиво. И может вот здесь вот как бы я не могу сказать, что у меня прям сильно жирная такая спина. Прям жирнючая. Но все равно кожа есть и как-то иногда она вот складки эти прижимает. И вот это вот когда образовывается вся история, выглядит не очень красиво. Но форма сама потрясающая. И здесь даже прикольно, если вы идете в зал и как бы. Вот здесь даже есть маленький вот такой вот кармашек, в который вы можете сложить там ключи, если вам надо. Вот. Или что-то такое. Но. Сейчас я вам покажу черную, а она прям вообще фантастливая. Вот этот, конечно, комплект, он вообще космический. Во-первых, здесь уже выше резинка на талии. То есть меньше как бы видно телеса. Она замечательно утягивает. И, кстати, я только что решила померить, есть ли интересно здесь какой-нибудь карманчик. Здесь он тоже оказался сбоку. В общем, вот сюда. Видите, рука где залазит? Вот такой вот карман здесь есть сбоку. Вот. И, конечно, они даже фигуру, мне кажется, помогают немножко как бы подсобрать. Здесь живот, конечно, который есть, от него никуда не деться. Будем над ним работать. И очень классный здесь сверху. Здесь единственное, что у меня здесь вопросок вот этой вот части тела, которая очень сильно норовит выпрыгнуть. И выглядит это все не очень красиво. Здесь есть, кстати, такие подклады. Я их ненавижу в купальниках. И я чувствую, что сейчас вот эти вот бюсты находятся где-то вот здесь. И думаю, здесь, по идее, их можно будет где-то достать. В общем, эти горе-чашки, они такие, конечно. И сзади здесь она тоже сделана двумя частями. Вот такая. Фиксация замечательная. Все на месте. Можно бежать, можно прыгать. Ничего никуда не трусится. Вот такие вот лосины. Лосины, кстати, немножко для меня как длинноваты. С моим метр шестьдесят четыре. Ой, ой, ой. С моим метр шестьдесят четыре лосины для меня немножко длинноваты. Но я думаю, что их можно как бы по ноге немножко распределить. И такой проблемы уже, наверное, не будет. И также у меня к этому комплекту есть замечательная бетровка. Сейчас я тоже ее надену. Вот так вот она выглядит. Она полностью вот этого комплекта. Она абсолютно нет в цвете. И вот этот набор у меня есть в размере S. И она тоже в S кейдет. Но она прям такая оверсайз. Вот ее если застегнуть, я, по-моему, это даже снизу. Да, снизу есть вот резинки. Можно застегнуть. Но она прям очень такая. Все живы. Можно под ней, если что спрятать. И здесь есть вот такая вот сзади как воротник. В нем молния. И там спрятан такой небольшой капюшон. Знаете, как в ветровках. Их есть такой капюшон от дождя. Легкий, как дождевик. В общем, я, честно говоря, в огромнейшем Востоке. Оно все замечательно выглядит. Здесь, кстати, такая интересная сеточка есть. Продувается немножко. В общем, форма та, в которой действительно есть желание заниматься. Хочу сейчас сделать тренировку. Мне, кстати, можно с брюнями вообще не показываться. Я вообще допустила самую огромную фатальную ошибку, на которую я уже однажды попалась. Это после того, как я покрасила брови. Я, блин, в тот же день нанесла на себя автозагар. В конечном итоге брови получились рыжие. Это одища. У меня такое было еще года три назад, наверное. Я тогда эту рыжину пыталась убрать перед, это было мейкоп батлом. В общем, мне нужно было тогда ехать на финальное видео снимать. Я это все, единственное, как вычитала, это либо лимонной кислотой, либо лимоном. Я оттирала эти брови. В общем, эта лимонная кислота разъела мне тогда кожу. Сейчас мы, благо, дома сидим. Я сейчас карандаш нанесла, чтобы не так рыжина в глаза бросалась. Ну, я прям такая, ух, внучка Брежнева конкретная. Ну, да, не страшно. Я, знаете, что хочу сказать вам? У меня как-то так получилось, что за одно время несколько человек одновременно спросило, покупаю ли я одежду с Алиэкспресс. Если да, то почему не показываю? И я, на самом деле, кто смотрел разбор моего гардероба, вы могли увидеть, что я, в принципе, кто-то, один человек даже написал, что разве это мало одежды, это очень много. Хотя я вижу гардеробы своих подружек, и мне кажется, что нет. Это-то абсолютно не очень много. Так я к чему? Я решила покупать меньше, да, лучше. Вот. И на Алике я уже дальненько так ничего не покупала. И вот после этого вопроса я зашла на Алиэкспресс, потому что я раньше снимала видео о покупке с Алиэкспресса. Они были очень популярны на моем канале. И это действительно то, что интересно людям смотреть. И я вот думаю, может быть, вам действительно было бы интересно, чтобы я покупала какую-то одежду, чтобы, знаете, не было такого, что вы купили и выбросили. А я, допустим, куплю, покажу вам ожидание, реальность, на себе покажу. И тогда, возможно, вы сможете определиться, нужно вам это или нет, чтобы, скажем так, сделать более полезный в этом плане контент. Скажу честно, я уже на Алиэкспресс заказала приличную кучу вещей. Если раньше я заказывала, ну, все там для какой-то декора для дома, там какие-нибудь буковки, статуэточки, еще какие-то штучки, то я заказала там и жакет, и сумку, и много обуви, потому что обувь, я предпочитаю, чтобы вот как бы обувь и аксессуары, ну, там, типа очки, они должны быть, ну, не то, чтобы прям суперски дорогие, но они должны быть неплохого качества. Но я увидела там такие прикольные трендовые модели, которые действительно такие сезонные. Мне, как блогеру, было бы здорово это внедрить в свой гардероб, потому что я хоть и не проповедую вот это вот излишество, скупайте все, что только вы видите, но мне, скажем так, по роду деятельности это положено, ну, и в конечном итоге я это не покупаю, потом выбрасываю, я стараюсь осторожно с этим обращаться, и потом стараюсь оставлять это в таком состоянии, чтобы ее можно было кому-то дальше отдать, и кто-то ее носил с удовольствием. Вот, в связи с этим у меня вопрос, если вам это интересно, то покидайте, возможно, ссылки на то, чтобы вам было интересно, потому что там уже не раз я открывала вещь, и смотришь, что платье или блуза, ну, просто вау, потом заходишь в отзывы, видишь эту вещь на человеке и думаешь, что, что это, блин, вообще такое, и здесь даже речь не в том, что вещь может кардинально отличаться от того, что мы видим на картинке, хотя она отличается на порядок, но еще и с тем, насколько человек это может внедрить, скажем так, в свой гардероб, удачно подобрать под свою фигуру, что тоже немаловажно, потому что иногда действительно бывают классные вещи, но девушка подбирает их не соответственно своей фигуре, она либо на ней висит, либо наоборот ее обтягивает, как-то делая большой, вот, поэтому это тоже достаточно важно, как мне кажется, что-то я прям вот такая стою, тут жестикулирую, прям на ваш детском, знаете, про Алик рассказываю, очень важно, прям важнее некуда, в общем, если вам это интересно, то покидайте мне внизу ссылки на что бы вам было интересно, вот так. А я сейчас сделаю небольшую тренировку, кстати, я вам рассказывала, что йогу, которую я нашла, мне не понравилось, она меня не вдохновляла, а потом я нашла тренировку 30 дней, она классная была, но я делала отдельно на тело, я не делаю, потому что я ненавижу тренировки на руки, это для меня ад. И вчера я нашла тренировку сжигая жир с живота и растяжку, в общем, там тренировка была, по-моему, на 12 минут или на 16, что там 150 калорий я заживла, и вот сейчас я тоже хочу сделать ее тренировку, сейчас достаточно жарко, то есть я вся жаркая, можно потянуть мышцы, плюс я начала, кстати, делать с сегодняшнего дня впервые массаж щеткой, вот этой вот, знаете, с крупным ворсом таким, я на iHerb покупала, от EcoTools, вот, начала делать это от самомассажа, очень многие хвалят, что действительно дает хороший результат, я не думаю, что я прям сильно большой спортсмен дома стала, но я использую совместно с средством для кожи, там, с мыслами, со скрабами, от Calistar мне набор классненький пришел, вот, я думаю, что вместе это может действительно дать мне плохой результат, ты хочешь что, поздоровать, давай я тебя подниму, давай поднять, тебя не видно, я с вами так неудобно, на эту сторону, все, вот, мои котики-яночки, с которыми мы сходим с ума, и, конечно, те, кто рассказывает, что они встали от карантина, что им дома так скучно, они придумают, чем заняться, блин, я вам завидую, я вам искренне завидую, потому что я привожу приблизительно вот так вот, все свое время, но это прекрасно, конечно, но кто будет со мной сейчас тренировку делать? Я! Дима! Вы тоже будете делать? На руки! На руки? Да! Давай сейчас будем на все тело, сейчас, в общем, вместе, ой, ой, Дима, Дима, ух! Сейчас вместе сделаем тренировку. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок И заодно уже покажу свои проблемные места, которые вы часто говорите, что их незаметно, но они на самом деле есть. У меня все-таки, как не крути, двое детей. И как бы я ни хотела, особенно с тем спортом, уровнем спорта, которым я занимаюсь, он равен практически нулю, у меня осталось очень много, скажем так, дряблой кожи, ну, немного, но она есть, я знаю, что есть варианты и похуже. Вот, и поэтому у меня вот здесь, допустим, очень классный костюм, вот этот, он вот здесь вот прям бока все мои утянул, считай, и выглядит все достаточно неплохо. Вот эти вот моменты, когда у меня вот здесь вот вылазит шкура моя, вот это как ни крути, а она вылазит, блин, вот, вот это вот, вот это вот все, где были двое детей, как бы, от этого никуда не деться, и меня это очень сильно напрягает. Я, конечно, понимаю, что нужно больше как-то заниматься спортом, чтобы кожа подтягивалась, чтобы она приходила, скажем так, в тонус, но, как бы, мы все знаем, что нужно, и мало делаем действительно, что надо. Вот, поэтому я очень сильно вот расстраиваюсь, когда вот это вот все вижу, и когда я поправляюсь, вот эти вот места у меня самые первые поправляются. Вот этот вот животик тоже мне бы куда-то убрать, понятное дело, что у меня прям не совсем кошмар-кошмар, но у каждого из нас есть, как бы, свой предел комфортного веса, скажем так, комфортной формы, и вот это вот все, что я вижу сейчас, это некомфортно, вот я встала, вот, ну, посмотрите, ну, это же ужас, и меня это, честно говоря, очень сильно... Так, вещает Маша Огородница. Кто помнит, каждый год вот в эту вот посудину, в этот горшок, я высаживаю какие-то травки, вот, каждый год они очень классно всходят, и каждый год дальше ничего не происходит, я не знаю, почему-то они у меня вот такими вырастают, и сразу загибаются, они вот на ножке начинают как-то пересыхать и падают, я не знаю, может быть, из-за того, что я их сильно густо сажу, у меня уже такой был вариант, как-то базилик садила, он прям активно весь взошел, я хлопала в ладоши, и весь он так и гавкнул, вот. Но я не отчаиваюсь, и в этом году, несмотря на предыдущие неудачи, я делаю шаг дальше. Я обожаю горох, обожаю. И в этом году, я не знаю, что у нас будет с горухом, в прошлом году, кстати, все было очень плохо, вот, я решила попробовать посадить горох, его можно есть вот это как... Микрогрин! По-моему, так он заоцентирован, и можно их кушать с салатом, там есть просто с чем-то, с мясом, ну, в общем, я их обожаю просто, и посмотрим, как пойдет, либо так буду есть, либо, может быть, действительно получится что-то здесь вырастить в этом горшке, горшок маленький, как вы видите, проросло, проросли зерно нормально, я их положила в воду, и накрыла вот такими вот влажными дисками, вот, и вот это сегодня на третий день, вот таким вот образом выглядит горох. Так что сейчас буду делать тут рядочки, два рядка здесь сделаю, и посажу. Так что, держите за меня кулачки. Здесь, в отличие от инстаграма, я вам частенько показываю, как готовлю батат, в инстаграм просто там показываю, что вот ела, и очень много получаю вопросов, как готовлю, вот, поэтому сегодня запекла батат половинкой, вот такой, сверху положила гуакамоли, такую подачу я часто делаю, в всяких кафешках, я обычно ее просто режу, там слайцами как-то запекаю, вот, ну, для фотографии мне показалось, что так будет красиво, спросила у вас, что сделать. Хотела сначала сюда поставить чашечку кофе, потом мне показалось, что чашка кофе будет здесь не очень уместна, вот, решила здесь поставить бокал вина, но бокал вина тоже как-то так-то, белое вино было бы некрасиво, как-то мне показалось, красное у нас не было, не закончилось, и я решила сделать опироль, и вот опироль, здесь, кстати, это первое, а не, первое было на мой день рождения, в Португалии, в общем, вот, такого рода фотография была, напишу пост, сегодня-завтра выложу, как я это готовлю, еще, кстати, в Сильпо, знаете, часто есть вот эта акция, там, собирая наклейки, получая копейки, вот, в общем, там сейчас акция на ножи, и вот такую досточку, я как увидела, я в нее влюбилась, я сразу подумала, как здорово она будет, и, Господи, выглядеть на фотографиях, и взяла ее, она мне, по-моему, обошлась в 120 гривен, но она такая прям добротная, классная, и еще из этой серии взяла нож, обыкновенный, универсальный, тоже кухонный, вот, поэтому довольна, теперь как основной, и буду наконец-то завтракать, в котором часу тут у нас, в час дня, делала только что фотографии для инстаграм, я решила вам тоже заодно показать, что у меня тут получилось, пекла сегодня, ну, с одной стороны, это можно назвать пробными пасками, но, хотя не совсем, сегодня четверг, для себя сегодня, спекла паски, нам всем, то их бы уже до воскресенья точно не хватило, бы ничего не осталось, я уже в прошлом году, кстати, рассказывала, что у нас в основном большинство говорит паски, по крайней мере, не знаю, в моем окружении, так точно, куличи, очень редко кто говорит, а кто говорит, то звучит это крайне манерно, так и наигранно, вот, поэтому я пеку паски, вот, делала только что фотографию, и это я такие сделала, типа модные, хотя я вам говорила в инстаграм, что я люблю вообще вот такую вот классическую, сахарную посыпку, я ее просто обожаю, но кто-то из вас написал, слушай, сделай модные для инстаграм фоточку, а для себя, мол, обыкновенные, я так и решила сделать, в общем, пекла я сегодня их с той целью, чтобы отправить нашим бабушкам, поскольку это первая паска за очень долгое время, когда мы не будем встречаться с нашими родственниками, ну вот, поэтому я решила попробовать, не знаю, что из этого получится, мне отправить им новой почтой, паски получились очень мягенькие, тесто, когда было сырое, было очень вкусное, поэтому сейчас разрежем, это Димана и Златана, такие они небольшие, вот, и, а те уже для бабушек постараюсь сейчас как-то упаковать, не знаю, какие-то коробочки аккуратно поставить, и им отправлю, сделаю такой небольшой сюрприз, но мне кажется, они получились очень-очень хорошо, потому что нехорошо и подходило тесто, чем у меня никогда проблем с этим не было, я каждый год пеку уже на протяжении лет, наверное, 5-6, своего рода такая у нас традиция, поэтому я, честно говоря, кайфую от процесса и от результата не менее.